Полностью весь замысел операции знали только несколько человек. Верховный главнокомандующий, его заместитель маршал Жуков, начальник генерального штаба. Служба дешифровки взломала большинство немецких армейских кодов. Через него давала свою дезинформацию немецкой стороне. Немецкое же командование ни к чему таким похвастаться не могло. Немецкие агенты-радисты перевербовывались советской разведкой. Летом 1944 года в Беларуси Красная Армия воевала гораздо лучше и гораздо грамотнее своих противников. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Белорусская наступательная операция Багратиона. Операция является одной из выдающихся как в период Великой Отечественной войны, так и в период Второй мировой войны в целом. В ходе операции была освобождена территория Республики Беларусь, часть Польши, часть Прибалтики. В том числе разгромлена немецкая группа армий «Центр». Но интересен вопрос, сразу ли ставкой и в первую очередь Сталином был согласован план проведения операции? И как лично Сталин видел операцию по освобождению территории Советского Союза? Дело в том, что в план кампании 1944 года Генштаб Красной Армии положил серию последовательных операций на различных участках Советско-Германского фронта. Стратегических операций, которые должны были менять ход войны на конкретном театре военных действий, во-первых. И во-вторых, то, что эти операции проводились последовательно, но на разных участках фронта, должно было заставить германское командование раздергать свои резервы. Никто не мог в командовании вермахта, в германском военном и политическом руководстве понять, где будет нанесен следующий удар. План летней кампании начал разрабатываться еще в марте-апреле 1944 года. И окончательно план операции «Багратион», операции на белорусском направлении, созрел и был утвержден в конце мая 1944 года на Большом совещании в Ставке Верховного Главного Командования с участием командующих фронтами. Дело в том, что сами командующие фронтами тоже докладывали свои соображения по проведению операции на участках своих фронтов. В конечном счете нельзя и забывать того момента, что летом 1944 года должна была начаться высадка войск западных союзников во Франции, и поэтому советские операции должны были быть координированы с западными союзниками. В частности, еще в Тегеране Сталин пообещал поддержать высадку союзников во Франции наступательной операцией на одном из участков Советско-Германского фронта. Ну и в частности, 6 июня 1944 года союзники начинают высадку в Нормандии. 10 июня 1944 года в наступление переходят Ленинградские и Карельские фронты с целью вывести Финляндию из войны. Но главный удар летней кампании 1944 года наносился в Беларуси. Это именовали еще четвертым сталинским ударом. Замысел операции заключался в том, чтобы на первом этапе окружить и уничтожить немецкие войска на линии Восточного вала в их укрепленных районах. На втором этапе параллельным преследованием окружить и уничтожить основные силы группы армий «Центр» к востоку от Минска. И на третьем этапе операции завершить освобождение территории Беларуси, территории Литвы, перенести боевые действия на территорию Восточной Польши и, возможно, в Восточную Пруссию. Операция прорабатывалась и готовилась со всей тщательностью, потому что над командованиями фронтов и над Верховным Главнокомандованием давлел опыт неудачных операций осени 1943-го зимы 1944-го годов, когда, по большому счету, были понесены огромные потери, а территориальный выигрыш, выигрыш в отвоеванных населенных пунктах был не так велик, как рассчитывали. Летом 1944-го года ничего сорваться не должно было. Была проделана огромная работа по накоплению стратегических резервов, по созданию логистических запасов боеприпасов горючего, военного имущества. Были развернуты госпиталя разовой емкостью 270 тысяч коек. В конце концов, эта операция готовилась, пожалуй, тщательнее, чем многие из тех, которые проводились доселе. Еще одной особенностью этой операции, подготовки к ней, было то, что полностью весь замысел операции знали только несколько человек. Верховный Главнокомандующий, его заместитель маршал Жуков, начальник генерального штаба. Командующие фронтами знали свои задачи в рамках операций фронтов. Командующие армиями знали задачи армий. И так далее, вплоть до командиров батальонов и рот. Они знали задачу на своем участке, но они не имели представления об общем замысле всей операции. Войска, которые пребывали в Беларусь, в районы развертывания, пребывали в условиях радиомолчания. Связь осуществлялась только через офицеров связи. С другой стороны, в местах прежней дислокации, особенно к югу от Припяти, в советском тылу продолжали работать радиостанции, которые создавали видимость того, что создается главный ударный танковый кулак на территории Украины. И главный удар компании будет наноситься летом 1944 года не в Беларуси, а на Западной Украине и на Балканах. По большому счету немецкое командование удалось ввести в заблуждение. Оно держало основную массу своих танковых дивизий как раз-таки против войск советского юго-западного направления. Ну да, вот мы уже затронули вопрос, что масштаб операции был большой, поэтому проводилось ряд мероприятий по маскировке, по отвлечению сил и средств противника. Но интересен вопрос еще, как в это время действовали разведывательные силы и средства советской Красной Армии и агентурный аппарат. Какие-то, может быть, были новые методы, как поменялась тактика разведывательной и контрразведывательной деятельности Красной Армии и поменялась ли она в принципе с начала периода войны. Какие-то формы, методы. Дело в том, что для вскрытия замыслов и группировки противников в Беларуси были задействованы как разведывательный аппарат НКВД и НКГБ, так и разведывательный аппарат, подчиненный главным разведуправлением Генштаба Красной Армии. Кроме того, были задействованы подпольные группы в городах и партизанская разведка. В задачу конкретных разведывательных структур входили конкретные поручения. В частности, задачей партизан было разведать размещение складов, военных объектов неприятеля, оборудование его тыловых линий обороны, выяснить данные о конкретной численности и размещении гарнизонов, разведать броды и удобные для форсирования болотистой местности гати и гряды. В частности, также партизаны получили задачу в удобных для форсирования болотистой местности местах оборудовать дороги Лежневки, пригодны для того, чтобы по им прошли танки и автотранспорт. Агентурная разведка сосредоточилась охотой за штабными документами. Но и, ко всему прочему, нельзя забывать и фронтовой войсковой разведки, которая основные усилия сосредоточила на добывании документации и языков при фронтовой полосе. Активно работала радиоразведка. Если советские дивизии хранили радиомолчание, то радиоразведка прослушивала радиопереговоры немецких воинских частей. По большому счету, советская служба дешифровки взломала большинство немецких армейских кодов, и данные радиоперехвата оперативно ложились на стол советскому командованию. Ну и, ко всему прочему, надо упомянуть и такой момент, что советская контрразведка, имевшая в числе прочих и такого выдающегося агента, как Александра Демьяненко Гейна, через него давала свою дезинформацию немецкой стороне. Александр Демьяненко, оперативный псевдоним Гейна, в немецких документах он проходил как агент Макс, считался важным источником немецких спецслужб в их переписке, поскольку был адъютантом в штабе Перо Белорусского фронта. И вот через Гейны шла информация о том, что максимум, чего можно ожидать в Беларуси, это частных наступательных операций с целью сковать немецкие войска. Никакой большой стратегической операции не будет, по одной простой причине, и командование фронта, и верховное командование Красной Армии подавлено неудачами осени 43-го, зимы 44-го годов в Беларуси. Это раз. Во-вторых, главный удар будет наноситься на юге, поскольку советские войска имеют задачу не пустить британцев в Румынию и Венгрию. Что касается методов работы, то да, появились и такие неприменявшиеся до этого в принципе методы ведения разведывательной работы как координация действий между военной разведкой и партизанскими формированиями. Ну, в частности, в штабе каждого из фронтов находились представители белорусского штаба партизанского движения, а также офицеры связи с партизанскими формированиями конкретных областей. Нередко информация, которую добывали партизаны, шла к командованию фронтов напрямую, благодаря тому, что была налажена такая координация разведывательных действий и усилий. Ну и, ко всему прочему, партизаны тоже добывали документы. Известно, что были добыты сотни документов оперативного и тактического звена, приказы по воинским частям, списки военнослужащих, личные документы немецких солдат и офицеров, которые позволили уточнить картину того, что из себя представляет группа армийцентр и дислокацию конкретных немецких воинских частей. По большому счету, если на то пошло, группа армийцентр к 23 июня 1944 года, по большей части, была перед советским командованием как на ладони. Немецкое же командование ни к чему таким похвастаться не могло, поскольку реальная группировка советских войск в Беларуси была ему неизвестна. Разведывательные силы были у немцев, но как удалось нейтрализовать эти силы? Потому что и много школ было разведывательных на территории страны, и в том числе и на юге. Да, действительно. На территории Беларуси немецкие разведслужбы в Абвера имелись разведшколы, которые готовили агентуру для работы в советском тылу, а также агентуру для заброски в партизанские отряды. И советская разведка, зная об этом, еще с 1942 года взяла курс на инфильтрацию как курсантского состава, так и инструкторского состава этих разведшкол своими сотрудниками. С целью перевербовывать немецких разведчиков еще на этапе их подготовки. Велись активные радиоигры. Ну, в частности, в большинстве своем немецкие агенты-радисты перевербовывались советской разведкой и теперь уже вели, как говорится, работу под контролем советских представителей. Через них шел массив дезинформации для немецкого командования. Ну, в частности, можно сказать и так, что немецких диверсантов, которых удавалось перевербовать, тоже использовали. Имели они задачу взорвать мост, устраивали эффективный взрыв моста. То есть мост взорвался, мост был взорван, но уцелел. Либо мост был взорван, и его неизвестно еще когда в основе. Там мост цел и используется советскими войсками в интересах оперативных перебросок. Ну, это, к примеру. Что можно еще отметить? Можно отметить и такой момент, что нередко для того, чтобы подбросить дезинформацию противнику, использовались и связи на самом верху. Ну, в частности, дезинформация, которая подступит немцам с неизбежностью, доводилась до ведома дипломатов нейтральных государств либо дипломатов государств-союзников Германии. В конечном счете был и такой международный шпионский центр времен Второй мировой войны, как Стокгольм. Через Стокгольм тоже забрасывалась дезинформация. Ну, вот мы уже затронули тему белорусских партизан и белорусских подпольщиков. Большое участие они приняли в ходе подготовки операции, но тоже не знали всего замысла проведения операции и участвовали на своих направлениях работы, в том числе та же рельсовая война. Это, наверное, был один из этапов подготовки операции. Ну, дело в том, что рельсовая война началась 19 июня 1944 года. Первоначальной датой начала наступления войск Красной Армии тоже было 19 июня 1944 года. Так что все должно было начаться одномоментно. Но в связи с тем, что не были своевременно переброшены в Беларуси достаточные запасы горючего для военно-воздушных сил фронтов. Их переброску завершили только к 22 июня 1944 года. Строки начала операции сдвинули на 23 июня. Партизаны уже начали свою операцию, как и было предписано прежними планами. Это раз. Во-вторых, партизаны в ходе операции «Багратион» не только проводили разведку в интересах действующей армии. В их задачу входил также захват мостов и переправ, захват важных транспортных узлов, которые возможно было взять силами партизанских формирований, и удержание их до подхода частей Красной Армии. Более того, нередко бывало так, что партизаны освобождали города в качестве танкового десанта советских танковых войск. Но и ко всему прочему, партизаны рассматривались как готовый мобилизационный ресурс для действующей армии. Ведь в ходе операции 180 тысяч партизан Беларуси были призваны в ряды Красной Армии и продолжили сражаться уже в рядах действующей армии. Вот еще один интересный момент, который мы, в принципе, уже затронули, это наступление войск Красной Армии через Белорусские болота. Довольно сложный и в подготовительном плане, и в плане реализации этапа операции. Как готовилось и как проводилось это мероприятие? Тут надо сделать небольшой акцент. Почему? Потому что наступление через болото готовилось и командованием 1-го Белорусского фронта, и командованием 2-го и 3-го Белорусского фронта в прифронтовой полосе. Оно же готовилось и партизанскими командованиями, подчиненными белорусскому штабу партизанского движения. Ну, в частности, под Бобруйском, в ходе Бобруйской фронтовой наступательной операции, разведчики и военные инженеры 1-го Белорусского фронта построили несколько гатей через болотистые районы, примыкавшие к плацдарму, занятому советскими войсками. И по этим болотистым районам, через эти болота по гатям, в тыл немецким войскам вошли танки. Что касается партизан, то, как я уже сообщал, они получили задачу отыскивать в районах своих действий удобные для наведения гатей и постройки лежневок места и строить гатей и лежневки. Причем строить так, чтобы их не было заметно с воздуха. Скрыть их от немецкой воздушной разведки. Партизаны выделяли проводников, которые обеспечивали проход войск с боевой техникой через эти гатей и лежневки. Этого-то немцы и не ожидали. Они исходили из того, что театр военных действий беден на дороге, местность болотистая, лесистая и для тяжелой боевой техники просто непроходимая. Они забыли даже опыт своих летних боев 1941 года в Беларуси. И на этом их и подловили. В конце концов, ведь получилось так, что немецкие 4-я и 9-я полевые армии, которые угодили в Минский котел, не были окружены плотным кольцом войск. Их просто сбросили в леса и болота. Где, по сути, для них создалась та же самая ситуация, как если бы они сидели в котле и по ним били бы день и ночь изо всех стволов. По большому счету, сброс войск в местность, где они не собирались воевать, сработал так, как, если бы это действительно было плотное кольцо окружения. Ну и, ко всем прочему, нельзя забывать того момента, что сброшенные в болота и леса немецкие войска вынуждены были сражаться с теми же партизанами, которые отменно знали районы, в которых они оперируют и, как говорится, имели на немецких оккупантов свой зуб. Сергей Александрович, как поменялась тактика ведения боя? Обычная пехота, танковое подразделение по сравнению с начальным периодом ведения войны. Понятно, что сначала мы отступали, здесь это уже наступательная операция, но насколько изменился характер ведения? Дело в том, что, опять же, Красная Армия лета 41-го года это армия, которая, по большому счету, в массе своей не воевала. И в итоге были очень частые случаи, когда танки действуют сами по себе, пехота сама по себе. Нередко бывало так, что пехота ложилась и за танками не шла. И вот эти вот больные моменты были сплошь и рядом аж до лета 1943-го года. Летом же 1944-го года в Беларуси наступала армия, которая в войну втянулась, которая приобрела огромный боевой опыт и которая не терялась в внештатных ситуациях. Ну, в частности, было налажено взаимодействие не только танков и стрелковых частей. Было налажено взаимодействие танков и артиллерии, пехоты и артиллерии. Было налажено взаимодействие с штурмовой и бомбардировочной авиацией. При этом, правда, всякий раз оказывалось, что не хватает ни средств наведения, ни средств распознавания свой-чужой. Тем не менее, тем не менее, армия образца лета 1944-го года, Красная армия лета 1944-го, была не то что на голову, на несколько порядков выше, чем армия лета 1941-го года. Это стало ясно по итогам операции «Багратион», когда немцы потерпели поражение в тех самых местах, где летом 1941-го года громили Советский Западный фронт. Можно уже сделать вывод, что в 1944-м году Красная армия уже на порядок, наверное, выше была немецкой армии? Кто-то сказать так пока не приходится, потому что все-таки в 1944-м году, в первой половине 1944-го года и даже летом 1944-го года это были равноценные противники. Качество немецкой армии начало стремительно падать осенью 1944-го года после операции «Багратион» и особенно после Яско-Кишиневской операции. Но все-таки надо отметить такой момент, что летом 1944-го года в Беларуси Красная армия воевала гораздо лучше и гораздо грамотнее своих противников. 28-го июля 1944-го года освобождением города Бреста завершилось изгнание фашистских захватчиков с территории Советской Беларуси. Операция «Багратион» еще продолжалась, продолжалась месяц. Упорные и жестокие бои на территории Восточной Польши, когда немецкий командующий Вальтер Модель сумел навязать Красной армии встречное сражение и в конце концов сумел остановить вот этот вот стальной каток, который катился к Варшаве и дальше на Берлин. Однако, уже в ходе операции «Багратион» началась Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция 13 июля 1944-го года, шестой удар. Дальше, в августе 1944-го последовал удар на Юго-Западе, тот, который немцы ждали, но остановить который они не смогли, поскольку наступление Красной армии в Беларуси заставило их раздергать все свои танковые ударные кулаки на отражении советского наступления на главном, центральном направлении. Яско-Кишиневская операция, которая длилась 10 суток, завершилась тем, что группа армий Южная Украина была уничтожена. Союзники Германии на Балканах один за другим начали покидать континентальный блок и переходить на сторону антигитлеровской коалиции. По большому счету, белорусская стратегическая наступательная операция стала главным сражением летней кампании 1944 года в Восточной Европе и, можно сказать, в Европе в целом, поскольку именно успехи Красной армии в Беларуси и необходимость остановить советский стальной каток заставили немецкое верховное командование перебрасывать войска из Западной Европы на Восточный фронт и тем самым способствовали успешному наступлению западных союзников во Франции. По большому счету, вот такое значение операции Багратион в истории Второй мировой войны. Спасибо большое, Сергей Александрович, за интересную информацию и приятную беседу. Субтитры создавал DimaTorzok